область знаний лекция на радио звезда институт изучения мозга ленина рассказывает историк советской науки младший научный сотрудник рггу заведующий научным архивом института этнологии и антропологии ран валерия слескова область знаний после смерти владимира ленина в 1924 году практически сразу встал вопрос о том как можно было бы законсервировать и сохранить тело вождя что в общем то логично потому что он был основной лидер и его имя связывалось с революцией вообще со всеми событиями которые предшествовали и практически сразу была созвана комиссия которая обсуждала вопрос того каким образом можно законсервировать его тело для того чтобы все желающие могли иметь возможность приехать и проститься ну то есть совершить такое некое паломничество изначально планировалось что его тело будет какой-то период времени находиться в доступе чтобы люди из разных уголков страны даже из самых дальних могли приехать посмотреть на него попрощаться и задумка то была в принципе вот такая однако ленин несмотря на то что он был символом революции и всех тех изменений которые происходили в стране опять же с точки зрения науки и потенциальной пользы обществу был интересен его мозг устройство его мозга в двадцатые годы тема гениальности одаренности она была одной из основных и центральных кроме того здесь сама вот эта тема пересекалась с харизмой ленина с его образом реальным и может быть где-то даже сконструированным если мы говорим про периодическую печать затем про кинообразы которые стали появляться ну то есть было интересно вообще как же устроен ленин с этой целью было принято решение о том что тело бальзамируется оно будет выставляться для всех желающих кто хотел бы посмотреть на него а мозг будет извлечен и подвергнут анализу как раз таки никаких религиозных предрассудков ни со стороны там родственников общения ни с чьей-либо стороны уже быть не могло кроме того изучить мозг ленина это было наоборот почетным занятием потому что хотелось немножко прикоснуться к его вот этой вот гениальности к его вот этой особенности и двадцать четвертом году была создана лаборатория для изучения мозга ленина партийные деятели которые обсуждали приняли это решение столкнулись с проблемой того что среди тех специалистов которые были в стране они нашли достойного кандидата для того чтобы возглавить лабораторию несмотря на то что в петрограде в тот момент работал владимир бехтерев известный невропатолог и психиатр который сделал большой вклад развития науки и в изучение мозга в том числе тем не менее было принято решение пригласить ученого со стороны пригласить разумеется не просто ученого человека который мог бы возглавить работу лаборатории и организовать работу с таким ценнейшим материалом как мозг владимира ильича таким образом в двадцать четвертом году это был еще к тому же период сближения с германией период установления тесных научных связей между советскими учеными и немецкими в москву был приглашен невропатолог немецкий оскар фокт он работал в институте в берлине и он был одним из ведущих специалистов по теме изучения мозга и он с радостью принял предложение ему откликнулась идея работать в советском союзе по его в том числе идеологическим взглядом ну и кроме того мозг ленина это же извините не мозг кого-то там более-менее рядового он приехал в москву он организовал работу лаборатории по изучению мозга ленина кроме того привез с собой оборудование что тоже немаловажно хотя двадцать четвертый год это все-таки уже период новой экономической политики это все-таки уже период выхода из кризиса который возник в результате первой мировой войны затем периода военного коммунизма тем не менее вопрос обеспечения научных институтов и лабораторий оборудованием стоял еще остро и во всех учреждениях не только в лаборатории по изучению мозга ленина остро стоял вопрос финансирования и его постоянной нехватки поэтому факт который согласился не просто приехать но еще и привести оборудование и в прямом смысле организовать лабораторию это было конечно таким хорошим вариантом для партийных деятелей которые собственно и выступили инициатором этой идеи институт изучения мозга ленина область знаний оскар фокт на протяжении двух лет вместе с командой из советских ученых также в работе принимали участие другие немецкие коллеги которые время от времени приезжали обучали советских ученых методикам и вот на протяжении два года эта команда занималась изучением мозга ленина если я правильно помню мозг ленина был нарезан на 34 тысячи кусочков вот эта методика она собственно была одной из передовых и оскар фокт как раз таки был одним из тех немногих кто ею владел по результатам того как мозг ленина был нарезан замерен взвешен оскар фокт подготовил развернутый доклад о проделанной работе напомню что работали в лаборатории два года то есть за это время физические характеристики мозга были более-менее подробно изучены кроме того мозг ленина был сопоставлен также еще с мозгами людей среднестатистических то есть это собственно термины которые фигурировали в документации в том числе и также его мозг сопоставляли сравнивали с людьми которые так или иначе относились к категории выдающихся людей и по итогам было выяснено что мозг ленина выгодно отличался ну у них не было шанса сказать иначе разумеется будь я на месте фокта я бы наверное тоже не рискнула но с другой стороны фокт довольно подробно объяснил почему они пришли к таким выводам он и его команда и он довольно подробно изложил детали процедуры то есть на основании чего что вот они изучали клетки они изучали строение мозга они его взвешивали измеряли кроме того ведь мозг ленина он серьезно пострадал из-за болезни от которой он в итоге скончался и это скажем так тоже влияло на те характеристики которые уже увидели ученые они еще делали скидку на то что мозг пострадал и он не являлся вполне здоровым органом для изучения ну скажем так не было таких идеальных прям условий для этого и фокт в своем докладе говорил о том что на основании изучения физических характеристик мозга для того чтобы более-менее получить точные результаты ученые еще проводили анкетирование они просили указать являлся он правшой или левшой то есть к сожалению не дается ни в литературе ни в источниках пояснений почему они пытались выяснить это то есть какие функции что они увидели в мозге что их натолкнуло на эту мысль к сожалению это вот остается загадкой но тем не менее они собирали такие сведения что о его активности там о скорости принятия решений о том как он вел себя в тех или иных ситуациях что любил читать есть там сколько спал и так далее то есть они собирали такой довольно подробный анамнез который сопоставляли за тему с физическими характеристиками мозга которые они наблюдали и по итогам было признано что ленин являлся человеком с выдающимися познаниями ну что в общем-то мне кажется было довольно очевидно на тот момент но опять же человеком который умел быстро ориентироваться в сложных ситуациях и принимать решения ну что наверное тоже довольно очевидно потому что так или иначе возглавлять сначала революционные движения затем еще и работу государства наверняка человек должен обладать такими качествами но как бы здесь вот наука она дала свое подтверждение что действительно мозг выглядит именно так и вот на основании анализа там клеток срезов мы вот можем это подтвердить несмотря на то что опять же мозг вождя довольно сильно пострадал при болезни но тем не менее эти характеристики они вот свидетельствуют о том что да институт изучения мозга ленина область знаний стоит отметить что институт мозга занимался изучением не только мозга ленина то есть с него все началось благодаря ему была создана лаборатория и лаборатория вот после доклада фокта она была преобразована как раз таки в институт мозга и институт разместился в особняке на улице екиманка это бывший особня купца игумного он есть он существует до сих пор это прекрасное здание сейчас там располагается резиденция французского посла насколько я помню а кроме того институт мозга он располагался по соседству с институтом переливания крови который возглавлял богданов и институт переливания крови тоже был таким революционно созданным институтом в 1926 году при поддержке партии и вот два таких учреждения находились вот в соседних буквально помещениях а кроме того когда александр богданов скончался после неудачного переливания крови его мозг тоже был передан институт мозга и мозг александр богданова тоже подвергся изучению но возвращаясь к работе института мозга после того как он был преобразован в полноценный исследовательский институт после лаборатории он постепенно начал собирать свою такую коллекцию мозгов поскольку туда стали передавать мозги и писателей и каких-то выдающихся деятелей на изучение здесь возникла ситуация конкуренции с петроградом с ленинградом тот момент уже ленинград где владимир бехтерев пытался организовать всесоюзный пантеон мозга который бы стал такой точкой притяжения всех одаренных гениальных мозгов которые бы там изучали и еще и экспонировали для широкой аудитории так вот институт мозга в москве который уже существовал и занимался исследовательской деятельностью и у которого уже в результатах деятельности имелось изучение мозга ленина что было довольно серьезным аргументом он точно также начал собирать условно мы назовем это коллекции мозгов но именно с научной целью не для того чтобы экспонировать на широкую аудиторию шокировать общественность так в институт мозга попал например мозг владимира маяковского после смерти где его точно также измеряли разрезали проводили анкетирование среди близких людей кто его довольно хорошо знал кстати там тоже задавали вопрос был ли он левшой или правшой и ответы почему вы задаете этот вопрос точно также не звучало туда же был передан мозг поэта андрея белого который тоже там собственно изучался и все эти мозги сопоставлялись между собой по характеристикам по весу к слову возвращаясь еще к мозгу ленина ленина весил 1344 грамма если правильно помню что вообще это было не очень хорошо потому что считалось что нормальный вес мозга взрослого человека 1400 ну от 1300 до 1400 грамм хотелось бы чтобы мозг ленина он весил немножечко побольше он же все-таки выдающийся а вот не как мозг обыденного человека который укладывается в норму но опять же это списали на то что просто болезнь она повредила ткани и поэтому вот это украло вот те самые важные граммы институт мозга какое-то время работал довольно открыто и о его деятельности писали в периодике то есть целом изучение результаты исследования мозга ленина и других деятелей они освещались довольно широко институт мозга он можно сказать был одним из брендов советской науки того периода но после 30-х годов он стал все меньше появляться в общественном пространстве его работа стала менее известна менее заметна и в какой-то момент она просто как будто бы исчезла из такого вот именно пространства обсуждения то есть можно сказать что с 30-х годов тайны гений таланта она снова покрылась такой завесой тайны и по сути ученые еще не успели дать ответ на то чем же отличаются мозги одаренных людей что же делал институт мозга и что он может нам теперь предложить работу все-таки отвели в тень и получается что тайна гений таланта она оставалась в этой тени еще на протяжении многих лет то есть вот эта попытка в 20-е годы разгадать тайну гениальности ленина маяковского она в итоге как будто бы вот закончилась ничем и какого-то конкретного результата ни наука ни общество не получили институт изучение мозга ленина область знаний однако несмотря на то что работа института мозга в москве стало меньше появляться в популярном пространстве меньше освещаться и уже не было каких-то таких будоражащих новостей о том что чей-то мозг был передан он сейчас будет изучен и вот разгадана эта тайна гения и таланта и кроме того не было создано пантеона мозга на базе этого института в 30-е годы как планировалось после смерти бехтерева лоббировавшего проект создания всесоюзного пантеона мозга в ленинграде тем не менее сами исследования в данной области они продолжились и здесь нужно опять же вернуться к имени владимира бехтерева поскольку даже сейчас на современном этапе его имя оно стало таким брендом и она в первую очередь связывается со всеми исследованиями в области строения мозга со всеми когнитивными науками например татьяна черниговская которая как раз таки является одним из ведущих специалистов данной области она довольно часто упоминает его имя и имя его семьи в целом которая так или иначе была связана с научной работой по изучению мозга вот благодаря ее упоминаниям благодаря ее рассказам оно звучит и сейчас и можно сказать что несмотря на попытку москвы скажем так перетянуть вот это первенство в изучении мозга она все равно вернулась в сначала ленинград затем уже санкт-петербург и получилось так что нереализованный проект владимира бехтерева если мы говорим про всесоюзный пантеон мозга он все равно вернулся но уже в несколько ином воплощении и создал своему автору именно имидж репутацию главного специалиста данной области ну и здесь я могу сказать что вполне себе довольно заслуженно поскольку владимир бехтерев действительно являлся одним из ведущих специалистов и несмотря на то что при организации лаборатории по изучению мозга ленина к нему не обратились это не говорило о том что его позиции в науке были какими-то слабыми или недостаточными все-таки бехтерев еще в дореволюционный период создал психоневрологический институт это был институт негосударственный и он создал большую научную школу у него было множество учеников которые затем создавали свои научные школы переходив из его психоневрологического института в другие учреждения как в последние годы дореволюционного периода так уже и в советский период то есть можно сказать что несмотря на нереализованный проект он все равно остался таким ведущим специалистом который внес основной вклад и способствовал развитию исследований в данном направлении рассказывала историк советской науки младший научный сотрудник ргг у заведующая научным архивом института этнологии и антропологии ран валерия слизкова область знаний и Субтитры создавал DimaTorzok